Здравствуйте всем! Как вы думаете, что мы делаем? Мы смотрим, как кто-то уезжает, а кто-то ищет себе дом. Какой дом? Может быть, вот такой. Это достаточно большой дом, продает его вот это агентство недвижимости. Я вижу, как они, знаете, тут потенциал, да? Что такое потенциал? Проект. Можно делать и играться. Город называется Mission Vehicle. Я вижу видеокамеру, вижу вход в задний дворик. Меня мой супруг зовет сюда. Тут у нас розочки-розочки Appendex с кактусами. Кактусы я подозреваю чужие, учитывая природу моего канала. У нас тематика цветочная, поэтому заодно глянем. Честно скажу, такого заброшенного сада в наших краях я не видела. Мне это очень нравится. Это означает, что ни одна, зараза, соседка не будет мне на мозг клевать, что у меня там одна соринка. Вот это мне нравится. Конечно, это не идеально совершенно. Все тут можно привести в порядок, но когда, знаете, соседи клюют на мозг, это не очень приятно. Извините по-жирому, поэтому, как есть, говорю. Побежали внутрь дома. Стоимость дома. Если вы когда-нибудь, как вы думаете, сколько стоит может вот такой домик? Я вам скажу оценочная стоимость этого домика, пока вы думаете, ну 5, 4, 3, 2, 1, 0, порядка восьмидесяти восемьдесят восемьдесят тысяч долларов, да? Вот того мы имеем. Такой вход. Отсюда вход на кухню. Мне очень не хватает от того кухни. Можно я сделаю фотографию? Видео. Мелодиционные американские розетки. Он, честно скажу, не подготовленный для продажи, он достаточно грязный, обычно ненавязанный. В книге, когда для продажи, на самом деле, появились одни из Куриники. Как строители, меня интересуют всегда окна. окна тут старые, не поменяли, милые вот это, я считаю, что это ошибка, ну ага что-то под плиткой, под камень, да? лучше даже и камень, надо же еще одна комнатка дети нашли какие-то кладовочки еще одна барды стоечка стоечка я уже не помню, по-моему, пять спали там, да? мне как раз показывать надо, не надо надо, я считаю, надо иначе, если что-то не показывать хорошо спроси на меня ты только начала искать? я за свою жизнь пересмотрела много краб, поэтому чуть-чуть, я не понимаю, очень мы делаем это Territory надува, где у нас теплый воздух поступает плитка старая, плитка вся поретанная это, что я знаю, это яхма, а вот то, что она старая Она, знаете, такой весь дом уставший. Но это не криминал. Хорошо, что она большая. Находим на задние. Тут несколько кудов дом. Так, это у нас такие контейнера индивидуальные. И вход на улицу. Это гараж. Ой, моя любимая, как же у меня без такой достопримечательности. И некий второй этажик. Я подозреваю, что третьего этажа тут и близко не будет. От соседей фиговое дерево спускается. Можешь, наверное, как прорвать за собой. Ну, глянем. Как это выглядит. Уставшая, подуставшая. Ну, понимаете, тут помелочь начнешь мельчать. А, что наша жизнь? Вопрос в том, что брать в кредит дом за... 800 тысяч. Это как бы дорого. И когда выплачивать будешь кредит, тебе на кармане мало что отбываться. Но это того, чтобы пофиксить, пор и отремонтировать этот дом. Но плюс у этого дома, что существенно ниже цена относительно рынка. Поэтому здесь толпы народа, при том, что тут 5 бедромов, то есть 5 спален. Почему я так фотографирую? Ну, ладно, как иду, так и буду. Говорят, что все работает, то есть поддерживается в чистоте. Не думайте, что в каждом доме тут прилагается в обязательном порядке бассейн. То есть у кого-то он есть, у кого-то его нету. Я не знаю, хорошо бассейн или плохо, потому что я поначалу мечтала о бассейне. Я сейчас арендую дом, в котором есть бассейн. Ну, скажем честно, не все мне там нравится. Еще мне не нравится манера, вот эта калифорнийская. Пользоваться бассейном. Не знаю, что за дерево такое. Пользоваться бассейном без навеса. Ну, честное слово, ну, жарко. Хорошо сейчас денек такой облачный, да? Нету солнышка. Рагмандия. Ну, просто поверьте, дудочки, да? Итого, делаем тур. Хочется мне зайти на второй этаж, вот туда и оттуда, посмотреть, что творится у соседей. Потому что как живут соседи, это тоже важно. От этого зависит стоимость твоего дома, да? Что мне понравилось? Это такое захолустье некое в этом доме. Я человек, который никогда не любил порядок, поэтому езды чуть-чуть в бардачика, но он мне даже очень понравится. По поводу дома. Нет. Спасибо. Продолжение следует... 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 Вот такое удовольствие. Интересно заглянуть у соседей, что творится. Вот такое косогорище с пальмами. Мне, честно говоря, вот эти пальмы очень сильно настохорошили уже. Во-первых, вот этот, я не знаю, сорт пальм, каков он в уборке. Однозначно придется нанимать людей, чтобы на косогор залазить. Тут хорошо пальм. Есть какое-то дерево, которое, я хочу деревья, но не такие. Я хочу только плодовые деревья. Но, опять-таки, знаете, я не хочу делать неумных попусток. Забыла показать, что есть. То есть тут двух на две машины номинальный гараж, но он совершенно небольшой. Как-то вот у меня нету ощущения, знаете, простора от этого гаража. А может и ничего. Что-то у них такой лежит ламинат, да, какой-то. Нет, паркетная доска. А может и ламинат светленький. Это хитр. Это ни о чем лампочка. Да. Ой, а тут какие лампочки хорошие, но они не включаются. Зачем? Показать что-то. А это что такое? О, то что я еще за бесплатно взять кому-нибудь горшки. Я не пойму, это у них холодильник запасной стоит, да? О, да, да. А хитр, подожди, вот один слева, один справа есть. Вот там вот еще в углу. То есть один на газовой волонка, наверное. Ну, дорожки там лампурованы в стенку. Обычно их попирают. Ну, конечно, все равно тоже. Маленький гараж. То есть один для нагрева воды, одно устройство. Второе для нагрева воздуха зимой. Или охлаждения летом. Ну, гараж показала, можно идти дальше. Интересно заглянуть по соседям. Тут на порядок приличнее кажется, что бассейнчик. Вот сравним один, сравним другой. Мне интересно, за счет чего. А, форма Б. Наверное, все-таки клитка немножко так вот играет, да? Еще мне понравилось, что у них еще дополнительная стоечка. Борбюрчик один есть, ярус. А тут он сразу повыше поднимается. По вот этим ступенькам адским надо ходить. Вот этим мне нравятся пальмы. Я Сереже показывала папоротниковые пальмы, да? Они высокие достаточно вырастают. Тут они трехметровые. Это фига соседа, которой можно делиться. Ну, еще раз. Главное. Оплавимся. Оплавимся. Не оплавимся, а вот в каком состоянии. Вот это все меняется. Менять надо. Но если они выходят не на улицу, то есть это все очень легко ветром продувается. Ну, и что скажешь? Ну, черепица хорошая. Менять не надо. Мухом поросла, но... Вечная, да? Вечная. Да. Глянь, а тут и антенка есть какая-то. Да. Ну, интересно просто, а что они уют по этому тему? На другой соседке народ хотелось бы посмотреть. Ну, а бы что, бунгивилы, косорурище. Ну, а что ты сделаешь? Сейчас на косору он растет. Ну, а что? Ну, собственно, мы подумаем. А вы пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Брать или не брать? Всем спасибо за просмотр. Жизненной вам силы за то, чтобы покупать дома там по миллиону долларов. Пока-пока.